Вот бельё повесила. Здравствуйте, мои дорогие! Здрасте! Ну что, наконец-то я дождалась этих электриков, которые приехали, посмотрели и составили акт, что теперь можно мне в РЭС документы сдавать, но, видимо, буду сдавать после Нового года, потому что правление у нас, они должны мне сказать там, что дальше делать, а они работают в субботу-воскресенье. Ну что, в субботу я схожу, а в воскресенье мне улетать. Так что, ну, они сами тянули. Что ж теперь делать? Так. Ну, вот такая у нас температура. Холодно. Сегодня звонит мне Витя и говорит, давай я заберу кота. Ну, что, мол, жилец-то мой на работе же целый день. Чё он будет один? Давай я его заберу, и он у меня дома поживёт, тебя подождёт. О, как! Я говорю, ой, Витя, спасибо тебе огромное. Так что будем переселяться. Вот такие у меня друзья. Их мало, но вот такие хорошие, замечательные. Вот смотрю Жанну Бадоеву в Милане «Жизнь других». Такие интересные украшения тут и у неё, и вот у этой герцогини очень понравилось мне вот это украшение. Надо попробовать сделать. Вот прям понравилось. Ну, я-то, конечно, сделала по-другому. Ну, вот само по себе вот как оно. Задумка. Вот. А теперь я ещё хотела, не знаю, получится у меня или нет, показать вам, как бусы носит Лариса Рубальская. Я эту женщину обожаю. Я не могу вам показать ту фотографию крупную. Не нашла я её. Это я в какой-то передаче утренней снимала, сфотографировала. Ну, в общем, вот, короче говоря, у неё блузка на пуговках впереди застёгивается. И она эти бусы туда пропустила. Ну, туда, под низ, под пуговки. И очень интересно получилось. Не знаю, понятно вам, непонятно там на фотографии. Просто обожаю. И очень люблю разглядывать. У неё очень много украшений. У неё каждая фотография – это разные украшения. Обожаю её. 75 лет, девушки, а? Так, ну что, я сегодня вот взялась делать. Господи, всё время забываю. Кими-коми. Ну, делаются они довольно просто. Шар пенопластовый. Но для меня всегда проблема была ровно нарисовать, разделить. У меня с глазомером не очень. А тут я увидела, посмотрела Шуру Хэмс. Она вот что придумала, видите? Кусок мемори-проволоки. Находим серединку, прикладываем. И до другой. Вот так вот. Опа. И по ней проведи. Ой, ну, провести ручкой. Так что, Шурочка, огромное вам спасибо. Вот. А так разрезаете. Ну, не глубоко, а так, чтобы можно было ткань туда запихнуть. Проще, конечно, у меня нет просто карандаша вот клеевого. Знаете, такой карандаш. Им, конечно, проще. Промазал вот тут материал, приклеил посрединке и потом проще. Но у меня его нет. А с ПВА он сырой. Ждать, пока он высохнет. Поэтому я уж так. Вот так прорезаем. Тут уже у меня прорезано. Прорезаем материал. Прикладываем, разглаживаем и... Ну, чем-нибудь, что у вас есть, краешек вот так вот туда запихиваем. Вот. Ну, и, конечно, хорошо, когда, может, там, контрастные цвета, тканюшки или там, ну, не знаю, это уж у кого какая фантазия. И вот так вот. Вот я сделаю два вот таких вот. А между ними другое еще надо. Я вот, честно говоря, и не готовилась. Я не умею готовиться. У меня все так. Ну, в общем, короче говоря, буду делать. Потом вам потихонечку покажу. Отдельное видео не хочу снимать. Так, в процессе. Ну, они очень легкие, эти шары. Все прям так вот это. Да ничего тут сложного нет. Нет, есть, конечно, более сложные, когда прям рисунок вырезают и потом. Ну, в общем. А так вот, для дилетантов, скажем, ничего особенно сложного тут нет. Ну, вот, видите, обрезаете почти по рисунок. И все, и вот так вот. Ну, что останется, потом обрезать нужно. Все, и туда. Так, что такое, не дорезала, что ли? Что-то не прорезала до конца. Глубоко сильно резать не надо. Вы же не будете там на... На весь шар пихать туда нет. Поэтому так. Ну, короче говоря, вот так. Сейчас еще вот здесь запихну. Буду искать другой материал. Так, ну, и вот, и эти тоже. И все вот это обрезаю. Никакие обрезки я не выбрасываю. Ни маленькие. Никакие. Совсем даже мелкие. Я их не выбрасываю. Я их не выбрасываю, потому что вот как наберу, так буду делать подушку в технике пицца. Вот. Вот сейчас вот эту буду беру, а теперь вот эту. Так, ну, вот что у меня получилось. Видите? Сейчас. Вот нашла вот такие вот обрезки. От чего это у меня? Уже не помню. Сейчас я вот это все приклею. Ну, и вот это дело все закроется. Так, пока у меня пистолет греется, вот чего хочу сказать, мои хорошие. Очень не хочется негатива на канале, очень не хочется, но не всегда получается, потому что часто меня обвиняют в том, что я не отвечаю на вопросы. Хотя я очень стараюсь, но бывает могу и пропустить. Но очень часто я специально не отвечаю. Ну, а что это такое? Вот спрашивают, да? Я только вчера в видео об этом рассказывала. Люди не смотрят, где-то там зацепили, и вот давай это. Ну, что ж, я попугай, что ли? Или мне больше, извините, делать нечего. У меня и так нет времени, чтобы одно и то же обсасывать вот это. Ну, если вы не смотрите, значит, вам неинтересно. Ну, а я должна, да, вот это каждый раз одно и то же писать. Вот уверена на 300 процентов. Сейчас я уеду. И начнут писать. Бросила кота. Это ж не первый раз. Потому что я уже знаю, что начнут. Хотя уже в каждом видео объясняю. Да, коты тут пропадают. Ну, пропадают, они под машину попадают. Вы же видели, что у меня прям дорога идет перед домом. И это уж, извините, свою голову я приставить не могу животному. Пропадают не только у меня. Так что есть такая беда, да. Таскать я его с собой не буду. Это стресс для животных. И очень хорошо, что есть люди, которые готовы за котенком присмотреть. Ну, в общем, на вопросы, на глупые отвечать я не буду. Вот как хотите. Как хотите. Обижайтесь, не обижайтесь. Я не попугай, еще раз говорю. И ни одна я так делаю. Все блогеры так делают. Уважать же надо себя, в конце концов. Правда, ведь? Ну, короче говоря, вот так вот в эту ложбиночку приклеиваем. Вот так. Ваше время отнимать не буду. Вот, что в результате у меня получилось. Вот, сделала я сверху. Приклеила. Не нашла шапочку с большим отверстием. Нашла такое колечко и вот приклеила горячим пистолетом. А внизу вот такую кисточку сделала. Вот, вот такой шарик. Девочки, вы сами видели. Там дел. Господи. Разрезала. Туда позапихала. Вот и все. Сверху заклеила. Какой-нибудь. Господи. Шнурочком. Ой, склероз-то. Вот. Ну и все. И он такой. Он невесомый. Просто невесомый. Можно наделать. И прям. В какой-то цветовой гамме. Можно по-разному поразрезать, повставлять. А мне уже, знаете, какая мысль пришла в голову. Продаются же большие, прям большие такие шары. Прям огромные. Можно сделать интерьерный шар. Прям большой. А можно разрезать его пополам. Оттуда все. Выскрести внутренность. Взять шилом. Вот как вам сказать. Приложить картинку. Например, города какого-то. Ну, дома, дома, дома. И шилом наколоть дырочки. Прям наколоть, наколоть, наколоть. И вовнутрь вставить лампочку. Ну, вот эти, которые не загораются. Покрасить этот шар, например. И у вас будет светильник такой. Ой, мне уже все. Пошла. Пошла мысль в голову. Ой, можно такого напридумать, девчонки. Ну, не забыть бы только. Кому интересно, наберите в интернете. Киме Коми. Вам там вывалится всякой красоты. Можно же картины делать. Много чего там, правда. Так что вот так вот. Еще один шарик. Готов к Новому году. Ну, на этом, наверное, уже все. Во-первых, у меня осталось всего несколько дней. Скоро улетать. Да уже и так хватит. Сколько делала, делала. Всякого. Надо другим заняться. Так, ну, на этом пока все, мои дорогие. Я с вами прощаюсь до завтра. И дело сделала, и с вами поговорила. В общем, все как должно быть. Все, мои хорошие. Всем спокойной ночи. Время уже много. Пойду тоже спать. Не болейте, не грустите, лапоньки мои. Скоро праздник. Да уже и сбылось. Самый короткий день. Скоро пойдет. На прибыль. Я смеюсь вчера. Сережа звонил, Маринин муж ей. Я говорю, Серега, дело к весне. Он смеется. Зима пройдет. И все будет, как всегда. Все, я вас обнимаю, целую. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok